Всем привет, ребят! Как у вас дела? Меня зовут Асель, мне 18 лет, и я снимаю очень-очень старый-старый челлендж на ютубе, называется 50 фактов обо мне, для того, чтобы поближе познакомиться с вами, потому что, мне кажется, нас уже достаточно много, 3000, для того, чтобы уже немножко начать знакомиться поближе. Первый факт, у меня аллергия на котов. Второй факт, в моем доме живет кот по имени Хами. Третий факт, я очень сильно люблю животных, особенно собак, особенно хаски. Я 9 классов училась в школе в поселке, можно так сказать, в сельской школе, а потом 10-11 классы я училась уже в столице Казахстана, в Астане, в школе для одаренных детей, в Зерде, какое пафосное название. Я перешла на дистанционное обучение из-за коронавируса в третьей четверти 11 класса в школе, и по сей день, я уже второй год университета заканчиваю, закончила, я обучалась полностью дистанционно. Ну, да, можно сказать, 99,9% дистанционно. Поэтому я не видела нормально своих одногруппников, нормально не видела студентов, и у меня нет друзей с университета. Я учусь в Назарбаев университете на экономиста. Моё обучение в университете проходит полностью на английском языке. У меня в школе не было ни одной четверки, ни в одной четверти за все 11 классов. То есть я была круглая-круглая отличница. Я очень сильно люблю математику с детства, до сих пор очень люблю. Я в детстве разговаривала сначала на казахском языке, потом я пошла в русский садик и научилась разговаривать на русском, и почти забыла казахский язык. А потом я опять переехала в посёлок, где все говорили на казахском. Я заново научилась разговаривать полностью на казахском и полностью забыла русский язык. А потом меня дали в русский садик, и я опять научилась разговаривать на русском. Я сейчас свободно владею казахским и русскими языками, и на английском могу свободно разговаривать, писать и слушать. Только некоторые фильмы, когда прям супер native English, когда разговаривают прямо носители языка, мне немного сложно А академический английский я полностью понимаю Я была два раза за границей Я была в Лондоне, в столице Великобритании, когда мне было 16 почти месяц этого языковой лагерь Новый год всю жизнь я встречала только с родителями Нас в семье семеро детей, включая меня Очень-очень сильно люблю свою семью, всегда по ним скучаю, потому что мы все живем в разных городах Я живу в Астане, мои два старших брата живут в Алматы Мама, папа и остальные маленькие дети живут в Жанарке Я живу без родителей с 15 лет Я от них переехала в 15 Я не жила одна, но я уже жила, можно сказать, самостоятельно Очень сильно люблю готовить и печь, и у меня неплохо получается Умею играть на гитаре и на пианино Очень сильно люблю живую музыку, инструментальную, когда вживую исполняют, обожаю Могу садиться на все шпагаты, на поперечные и на продольные В будущем хочу жить в городе Алматы, это южная столица Казахстана Сейчас, на данный момент, мечтаю развивать карьеру в YouTube Мечтаю очень-очень много путешествовать и пробовать жить в разных странах Минимум по 3-4 недели для того, чтобы не просто там отдохнуть, а именно чтобы привыкнуть немножко к их культуре и побольше узнать Очень сильно люблю смотреть аниме, я очень сильно люблю смотреть дарамы Я большая фанатка музыкальной группы казахстанской, в Ninety One Особенно обожаю их одного мемора, которого зовут Зак, настоящий модулат Когда я ознакомлюсь с новой какой-то музыкальной группой, почти всегда мне очень сильно нравятся рэперы больше, чем вокалисты Я была в отношениях полтора года, у меня самые лучшие мама и папа на свете, просто самые лучшие мамы и папа на свете, но они очень строгие Я не люблю в себе то, что я иногда завистливая, у меня есть вот это вот чувство зависти Я очень сильно люблю дарить подарки и делать кого-то счастливым, больше, чем получать подарки Я феминистка, я не люблю детей чужих, просто я не понимаю, когда люди смотрят видео, такие Какой милый ребенок, или когда в гостях такие, ой, какие классные дети, нет, это не про меня Я люблю только своих родных братьев, сестренок и плюмяшек, все остальные дети для меня, ну, дети Я с 5-6 класса в процессе похудения, я села на сотни, ну, на десятках разных диет И надеюсь, это закончится в этом году Самый большой вес, который я скидывала за раз, это 14 килограмм С 70 килограмм я похудела до 56 У меня РПП, расстройство пищевого поведения, и есть склонность иногда к булимии, что очень-очень-очень ужасно Плюс к этому у меня кастрит, из-за как раз-таки РПП и всяких диет Я не люблю, когда носят кто-то другой мою одежду, но я сама ношу одежду чужую То есть не прям чужую, но если это моя подруга или мои родственники, я могу носить их одежду Я была 2 года президентом в школу Я, по сути, по натуре лидер Я не умею хорошо танцевать Я не люблю борщ Я в детстве очень-очень сильно любила мясо И сейчас как бы люблю, но немножко отхожу Я никогда не любила свою внешность И никогда не считала себя искренне красивой Только вот недавно начала, смогла немножко начать принимать себя, то, как я выгляжу И какие-то комплексы переодолевать Потому что комплексов у меня в школьное время было очень много Из-за лишнего веса, из-за формы головы Я всегда ненавидела то, что у меня, вот, я не знаю, как это называется Но то, что вот это выходит вперед И в школе как-то я услышала, как мои одноклассники обсуждают это Мне было очень обидно Я никогда себе ничего не ломала, никакие кости Я не люблю, когда в машине все время включают музыку Иногда по настроению, да, я люблю слушать музыку в машине Но в основном я люблю ехать в тишине Или разговариваю с кем-то Я не умею распоряжаться деньгами Я вообще не мерзлячка Я могу в холоде ходить спокойно, нормально, мне нормально Я тем была человеком в классе, который открывал окно А моя подруга Жандра была тем человеком, который все время говорил А, холодно, закройте окно Я не люблю смотреть фильмы с кем-то Очень редко бывает, что я такого захочу В основном, если я рядом с кем-то Я хочу проводить время с этим человеком И разговаривать Я очень сильно люблю разговаривать Обожаю разговаривать, болтать И последний факт Я обожаю, я кайфую от своего ютуб-канала Я просто кайфую от комментариев, которые мне пишут Когда мне вообще в целом просто кайфую от своего ютуб-канала Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!